Эфир телеканала Кубань24 продолжает программу «Артефакты». С вами Екатерина Славянская. Один открыли, другой закрыли. Это я о фестивалях в минувшие выходные, но обо всем по порядку. В Музыкальном театре в рамках шестого международного фестиваля современной хореографии показали постановку Кирилла Симонова, Анны Каренина. В отличие от балета, который есть в репертуаре нашего театра, здесь акцент сделан на главную героиню. Сквозь призму переживаний и терзаний Анны Карениной показана история женщины той эпохи. Она находится между сном и реальностью, внутренний мир, и борьба в нем противопоставляется народной молве, которая по задумке постановщика даже не укладывается в балетные рамки, а прорывается словом. Она говорила, что я подумаю об этом после. Она говорила, что я подумаю об этом после. Реография Кирилла Алексеевича, она очень сложная, трудная. Я когда столкнулась с ней первый раз, тело отказывалось принимать. Но с годами, конечно, стало более понятно, тело привыкло, и ему как-то стало проще справляться. Мы стали понимать его с полуслова, с полужеста. Разрушил семью негодяй. Все поломал судьбу человеку, что она прыгнула под поезд, покончила жизнь самоубийством, и все в таком духе. Но мне было в том плане сложно это сделать, потому что я, в принципе, я просто романтик, мне все. Мне легкие какие-то партии очень веселые нравятся, а такие, чтобы выкладывать душу, показывать все всего себя наружу, это довольно-таки для меня было сложно. А в одном театре завершился фестиваль современного танца «Тенденция». Закрывала постановка коллекционер-хореографа из Санкт-Петербурга Ксении Михеевой. Этот спектакль был номинирован в этом году на премию «Золотая маска». Рождался он под впечатлением от повести грузинского сценариста и режиссера Ливана Варазина. Языке понятным поклонникам физического театра танцовщики рассказали историю испытаний, с которыми сталкивается каждый человек. Потери и самопознание, привязанность и развитие – все это заставляет зрителей уходить со множеством вопросов. Подумать о себе, о своих точках опоры в жизни, и о своих реакциях на происходящее внутри самого себя и окружающего, даже больше на реакцию на то, что происходит внутри каждого. И насколько честны мы с собой, и насколько мы правильно все воспринимаем, то, что происходит в нас, чтобы понимать точно, кто мы есть на самом деле. Грани таланта исполнителя Краснодар готовится к сольному концерту солиста ансамбля «Адажо», заслуженного артиста «Кубани» Алексея Гребенюкова. И сегодня он у нас в гостях. Алексей, здравствуй. Катя, привет. С корабля на бал активно гастролируете, знаю. Ой, да, из Крыма только вернулись. Вот, сегодня в Сочи уезжаем с концертом. В общем, молодцы. Рассказывай, как идет подготовка к сольному концерту? Что увидят зрители? Собственно говоря, чем буду удивлять, обязательно будут русские народные песни. Так. Это вообще как бы пройти нельзя мимо этого. Вот, также будут неаполитанские песни, авторские песни, как наших кубанских композиторов, так и вообще отечественных. Вот. Ну, программа интересная складывается, в принципе. Вот. А расскажи, пожалуйста, как, в принципе, формируется программа? Что-то новое ты разучивал именно к этому сольному концерту? Да, к этому сольному концерту были и новые произведения подбирал, вот. Ну, конечно, помогал художественными руководителями, без помощи Веры Ивановны, не как у нас. Вот. Ну, и, собственно говоря, порядок весь, уже все определили. Вчера был генеральный прогон, до 11 вечера мы репетировали. Все готово, все подготовлено. Да, все готово, все готово, да, 29 апреля ждем всех на концерт. Леш, ну ты же понимаешь, если ты пришел, ты обязательно должен что-то исполнить. Ну, да, неаполитанская песня о солемии. Давай. Ну, да, неаполитанская песня о солемии. Субтитры создавал DimaTorzok Стан фронта Те Стан фронта Те Стан фронта Те Стан фронта Те Один на сцене не воин, да? Ну, может быть, не совсем так, но, конечно, одному сложнее. Одному сложнее, когда вчетвером чувствуется эта поддержка. Плечо брата рядом, товарища, да. Который рядом с тобой один. Ну, тем не менее, справляемся, выходим, настраиваемся, вот, с божьей помощью. Ну, мне кажется, так можно выбрать, да, какие-то композиции, что, может быть, не раскладываются на голоса, а так можно исполнить одному сольно. Одному, да. Одному и тональность, конечно, легче подобрать, потому что под квартеты, чтобы и не высоко было, и там, и не низко, да. А тут ты сам выбираешь, ты вольный, как бы. Леш, признайся, обычно вы на концертах, а даже общаетесь активно со зрителями. Вот в это воскресенье будет ли это общение? Живое общение, какое любит наш кубанский зритель. Да, общаться будем, и буду не только я общаться, так же будет и ведущий общаться со зрителем. Вначале будет ведущий общаться, потом уже начну я общаться. В общем, так по очереди будем общаться. И я с ведущим буду общаться. Общения будет много. Да, и с музыкантами будем со всеми общаться. Дуэты будут, у меня еще, кстати, дуэты будут. Ух ты, рассказывай. На концерте будет два дуэта у меня. Это дуэт с заслуженной артисткой Кубани Ирины Игнатенко и с Машей Набоковой. Это два интересных будет произведения итальянских композиторов, кстати. Ух ты, интересно. Ну и раскрою небольшую тайн. Уже, наверное, многие знают, но тем не менее расскажи подробнее, что же будет 19 мая, что это за концерт, ансембля даже. Ну, 19 мая, да, у нас планируется такое грандиозное событие. Это будет совместный проект с музыкальным театром, с творческим объединением «Премьера». Это будет проект, в котором будет задействован симфонический оркестр творческого объединения «Премьера» и симфонический оркестр нашей Краснодарской филармонии. Это помимо музыкальной группы нашей Адажева. Также будут номера с солистами творческого объединения «Премьера». Ну, такой концерт друзей, скажем, да. Одно из подпольных названий Адажева собирает друзей. Леш, ну, планы, конечно, грандиозные. Знаю, что еще и гастрольный тур очень плотный. Поэтому, конечно же, пожелаю сил и такого вдохновения, чтобы вот точно так же горели глаза не только у тебя, но и у ваших зрителей. Спасибо, что сегодня к нам пришел, несмотря на то, что только вернулся из поездки. Спасибо. Что ж, рада была видеть. Такими сегодня были новости культуры. Оставайтесь с нами на телеканале Кубань24. Впереди у нас много интересного.